Карантин из-за коронавируса отразился и на работе автостанции. Со вторника, 17 марта, в Украине на две недели приостанавливают международные перевозки пассажиров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам с просьбой ограничить перемещение между городами. Значительно сокращены и пригородные рейсы по районам области. Руководство автовокзала «Привоз» сообщило нам, что с понедельника будет приостановлена работа общепитов и торговли. Работать будут только аптеки. Людей на автостанции все меньше, автобусы пустые, многие пассажиры в масках. В связи с закрытием большого количества заведений и рабочих мест люди разъезжаются по домам. Я просто боюсь. Не себя, я не болен, а кто-то меня. Потому что, посмотрите, и вокруг я один в маске, а больше никого нет. Я просто боюсь. И часто перемещаетесь на автобусы? Нет, я по вынужденной мере сейчас еду. Так бы сидел дома. Заметили, что меньше стало? Конечно. Людей меньше, молодцы. Все понимают. Дома сидят. И я бы сидел. Но мне нужно было поехать. Передвигаться не боюсь. Главное соблюдать все правила банальные. Моить руки, следить за окружающими тебя людьми. И вот самое главное масочка. Руководство автовокзала «Привоз» сообщает, что будут еще менять расписание в зависимости от пассажиропотока. А вот международное сообщение перекрывают полностью. Сегодня были последние рейсы. Крылья, вчера пускали вообще на границу? Конечно. Я же приехал. Сегодня вы еще едете, да? Я не знаю, что там на границе. Спросите там. Созваниваемся. Там говорят. Я еду по графику, а там не знаю. Похожая ситуация на центральном автовокзале. Все международные рейсы отменены. Внутренние пока ходят в штатном режиме. Но людей транспорта на автостанции совсем мало. На сегодняшний день вокзал работает пока в обычном режиме. Но международные рейсы все отменены в связи с карантинным состоянием наших границ. Международная касса пока закрыта временно. Работает одна касса на все текущие направления. Это у нас междугород наш внутри Украины, близкие наши. Одесская область и близлежащие. А все остальное пока под контролем. Ждем дальнейших распоряжений. Общепиты, все наши места, где более 10-15 человек собираются, конечно, пока временно закрыто. Мы обрабатываем всю нашу территорию дезинфицирующими средствами. Сложно было в понедельник пересечь границу с Приднестровьем и Молдовой, водителем легковых авто. Денис ехал с Первомайска, должен был проехать через Кучерганы, но там не пустили. Пришлось проложить маршрут в объезд через Паланку. Водитель говорит, что на границе соблюдены все меры безопасности. На болтавской стороне люди в химзащите обязательно проверяют температуру, спрашивают, как вы себя чувствуете. Ну, в принципе, проехал нормально. А на украинской? То же самое. Сначала поинтересовались самочувствием, потом смерили температуру и пожелали счастливого пути. И проехал нормально, без вопросов. Последний день перед закрытием авиасообщения в Украине, в Одесском аэропорту достаточно людно. Сегодня последний день, когда есть возможность у кого-то вернуться домой, у кого-то улететь из страны. Видим, что все сотрудники Одесского аэропорта в масках, немало пассажиров также используют средства защиты, работают и общепиты, и другие точки торговли. Как с билетами? Пришлось менять что-то? Ничего не пришлось. Я в пятницу прилетел, сегодня улетаю назад в Минск. А вообще, учитывая всю ситуацию, что скажете? Наверное, это надо. Нет, я приезжал домой к семье. В среду должен был улететь в Варшаву, Варшава, все. В понедельник должен был улететь в Петербург, все. Потому что приходится так планы менять свои... Ну, слушайте, я вас умоляю. Если будешь находиться в больничной койке, что? Планы не будешь менять? Средства самозащиты вы используете постоянно или только вот... Только сейчас. Срочно менять планы и сдавать билеты пришлось сотням, если не тысячам пассажиров. Кто-то успел вернуться к семье перед тотальным закрытием неба, кто-то решил переждать карантин за границей. Чтобы хоть как-то поднять настроение, путешественники ведут интернет-блоги. Ребята, посмотрите, я стал мега популярным и известным. Давайте, задавайте вопрос. Расскажите вообще, вы прилетели? Нет, я улетаю. Мне срочно нужно на работу. Я надеюсь, я доеду домой. Расскажите, в ваших мерах предосторожности. Это так, на всякий случай. На всякий случай, чтобы себя... Ну, я не знаю, антисептик какой-нибудь для рук. Как на работе аэропорта отразилось от карантин? Как вы видите, что полетов стало меньше завтра, вообще перекрывают полностью? Вот поэтому мне нужно попасть на территорию КНР, потому что мне нужно продлить рабочую визу. И у меня работа уже началась. Поэтому конкретно искать вам точно ничего не могу. Но всем удачи. Самое главное, не поднимайте панику, друзья. Не поднимайте панику. Все будет хорошо. Не в самом лучшем настроении и таксисты. Людей все меньше, работы тоже. Теперь им только и остается, что думать о здоровье. Отношусь удовлетворительно, потому что сейчас в стране кризис, какая-то болезнь. Надо беречь себя. Люди обеспокоены, чтобы никто не заболел на Украине. Все правильно делается, что закрывает границы. Пришлось ли как-то менять свои планы, возможно? Свои планы я уже давно поменял. Стараюсь сидеть дома, ни с кем не общаться, находиться меньше в обществе. По состоянию на вечер понедельника внутренний перелет еще не отменили. Но в расписании еще будут сносить изменения.